в этом видео очень важная информация об улучшении seo сайта меня зовут федор васильев урок номер 4 в этом видео мы рассмотрим бесплатный плагин от jumline который позволяет склеить очень много дублей давайте рассмотрим как это настроить какие бывают дубли давайте начали немножко теории что такое дубли то есть у нас есть главная страница вот по этому адресу например зайдем статью к нашему url подставим косую черту нажмем enter и увидим с вами что страница подгрузилась только вот с этим косой чертой казалось бы это какой-то безобидный момент на самом деле это копия страницы этого материала представьте у вас 100 страниц 100 статей и получается 100 дублей и 100 дублей только вот с этим моментом а если мы подпишем . html и нажму enter страницы также доступна html это говорит о том что это уже 200 а дублей и еще больше вы представляете что это такое для seo оптимизации сайта то есть это очень плохо поисковики видят все эти дубли это негативно сказывается на seo оптимизации сайта чтобы вы понимали в этом видео мы склеим с вами до 95 процентов дублей нашего сайта на джумала и для совсем новичков это будет не сразу ваш сайт индексируются пройдут какие-то месяцы и вы почувствуете вы увидите что ваш сайт вырастет в поисковых машинах когда этот плагин будет установлен и дубли будут склеены давайте посмотрим на мою ссылку у меня идет вот это главный домен потом идет курсы потом идет категория джумала и это вот эта статья смотрите если я из ссылки уберу курсы и нажму enter у меня абсолютно такая же страница подгружается по этому адресу то есть это еще сотни и сотни дублей на каждую страницу вот представьте и это еще не самое главное давайте перейдем на главную самый главный дубль это когда в начале адреса подставляется 3w давайте проверим 3w обновляю вы видите сайт то есть это копия главной страницы с ввв и каждый вашей материал и каждая ваша страница можно подписать ввв это еще дубль 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 то есть это еще сотни и сотни дублей страниц но и это еще не все к нашему адресу подпишем с вами слэш индекс php нажмем enter и увидим что главная страница загружается по этому адресу то есть это еще сотни и сотни дублей страниц в этом видео мы сейчас склеим все эти дубль ссылку на сайт джумлайн на команду разработчиков я оставлю в описании на своем сайте fedor и васильев точка ком статье качайте его отсюда последнюю версию устанавливаем на наш сайт данный плагин на момент записи видео версия плагин у меня 260 последняя версия устанавливаю но удалось плагин к себе на сайт далее мы с вами переходим плагины давайте отсортируем вот он но удалось включаем его переходим внутрь и на самом деле он как бы работает из коробки здесь оставляем в принципе все как есть использовать 301 redirect да здесь есть подсказки вместо страницы 404 ошибка страницы не найдено ну и вот этот использовать бакс лояут я бы поставил да здесь еще есть у нас с нами с вами а вкладка компоненты здесь то здесь тоже все стоит как надо здесь мы ничего делать не будем по сути по сути мы включаем просто сохраняем данный плагин и плагин на 80 процентов удаляет сотни страниц представьте сотни дублей он просто их склеивает да то есть он делает redirect с дублей страницы на основную страницу но здесь не все так просто и самое главное что есть в этом плагине это вот это поле для внедрения стоп слов из этого поля данный плагин я думаю был бы бесполезен бесполезен сайтом который использует какие-то расширения которые работают на яx без перезагрузки страницы которые производят какие-то динамические действия с какими-то переменными которые подставляются в адресную строку к нашему домену как раз в нашем случае это корзина это фильтр и любые другие ваши расширения которые как-то взаимодействуют с сайтом то есть производят на сайте какие-то операции что происходит плагин не понимает и склеивает абсолютно все это что склеивать не нужно скажем почему может перестать работать корзина так как данные которые подставляются в адресную строку когда происходит какая-то операция например из корзина мы оформляем заказ плагин но удалось склеивает эти переменные которые подставляются в строку вашего браузера и тем самым нарушают работу данного расширения а в данном случае корзина и в этом видео сейчас вам покажу как такие моменты исправлять но прежде мы сначала с вами проверим как склеились дубли я перейду в какую статью абсолютно в любом можете статью перейти мы еще раз с вами проверяем то есть плагин мы с вами включили давайте сначала я подставлю слэш нажимаю enter страница редиректится на так сказать оригинальную страницу вы видите страница обновился слэш исчезает то есть это говорит о том что плагин работает что в этом плане все хорошо давайте проверим как это будет с . html нажимаю enter опять страница редиректится на основной url то есть еще сотни сотни до страниц дублей мы склеили теперь давайте удалим отсюда курсы страница редиректится и курсы подставляется это говорит о том что происходит склейка еще стоит упомянуть о том что в данном случае у меня включен сэв то есть в глобальных настройках джумала сэв чпу красивые человекопонятные урлы включены и перенаправление урла включен и в корне файл аж текса текста переименован файл . htcs то есть вот при этом наличии включенным а здесь вот так все работает на для тех у кого сайт уже индексируется и вы по каким-то причинам не знали или забыли не включили вот эти вот моменты то есть получается у вас урлы будут грязные длинные будут подставляться ненужные символы знаки там индекс php и другие параметры ненужные ссылки для таких сайтов я затрудняюсь сказать как будет происходить склейка дублей как будет вообще работа данный плагин потому что вот этот обязательно надо включать на сайте перед тем как сайт вы запустите в интернет но для сайтов которые уже получать какой-то трафик уже несколько лет существует он в интернете вы довольны или хотя бы так довольны что какие-то продажи идут сайта но у вас не включен чипу то включает наверное чипу нет смысла иначе в этот момент все ссылки поменяются и у вас может быть падение трафика так как люди будут переходить на страницу 404 ошибка страница не найдено из поисковых систем и там потребуется время пока старые урлы поисковики выкинут из индекса и начнут индексировать новый урел на это может уйти месяцы полгода и так далее плагин был бы идеальным если бы он склеивал еще дубли с ввв и с индексом к сожалению эти дубли он не склеивает и мы склеим сейчас вручную то есть мы склеили уже и так 80 процентов дублей но если я поставлю ввв к началу домена нажму enter мы видим что дубль существует страница обновилась и они присутствуют то есть нет склейки и соответственно индекс если я сейчас подпишу концу домена тоже это будет не склеена я вам подскажу что нужно сделать я вам оставлю на сайте федоровасиль.com в данной статье специальные переменные для склейки вот этих вот дублей вот эта конструкция будет склеивать с ввв перенаправлять на безвв вот эта конструкция будет перенаправлять с индекс . php на сайт без индекс php единственно что здесь вам нужно сделать адрес вашего домена вот как это здесь написано вы проставляете тут мой домен вы заменяете на свой вот как у меня это выглядит вы также заменяйте на свой то есть получается отсюда с ввв будет система понимать что надо редиректить вот на этот адрес здесь получается вы тоже меняете на свой домен но только смотрите здесь у меня https то есть данный домен имеет подключение с ssl это вот такой вот замочек здесь в углу если вы такой ssl не используете значит выводить буковку с вот так вот уберете если ssl используете значит с тут тоже вы используете то же самое в этой конструкции кода не забудьте вот здесь как есть проставить свой домен нам нужно пройти либо в хостинг панель либо воспользоваться программой которая подключается через ftp нам нужно видеть корень сайта нашего на хостинге в корне сайта находим файл . h texas правой кнопкой мыши я здесь по нему кликаю edit нажимаю чтобы редактировать данный файл то есть неважно как вы откроете этот файл можете скачать этот файл на компьютер там нести изменений потом файл опять загрузить на хостинг находим здесь вот такой вот у вас будет такая же переменная нажимаю enter и мой код я помещаю ниже этой переменной все код поместили я здесь нажимаю сохранить изменения и теперь мы проверяем сначала я обновлю страницу смотрим в адресную строку как работает данный код пробую подставить ввв . нажимаю enter и вы видите redirected меня на основной домен ввс склеены то есть еще сотни сотни дублей страниц мы склеили теперь мы подставляем концу нашего домена slash index.php нажимаю enter все происходит redirect тоже склеились сотни сотни дублей до 95 процентов мы склеили на этом этап склеивание дублей закончен но теперь остается разобраться с вашими расширениями которые как я уже говорил ранее работают динамически подставляя в ссылки разные перемены и они будут склеены тоже что нарушит работу ваших расширений джуму а в данном случае корзина и фильтр если вы тоже будете использовать а плагин контент карт простая корзина джумла то на сайте джумлайн на странице плагина контент карт можно перейти документация общие настройки сами разработчики вот здесь ниже пишут если вы будете использовать плагин но удаблз то в стоп слова добавьте вот эту переменную то есть именно с корзиной здесь нам не придется разбираться мы просто отсюда можем скопировать эту переменную перейти в админку нашего сайта в плагина удаблз и стоп слова записать и тут написано что каждое стоп слова снова строчки надо писать сохранить все после этого корзина будет работать как надо теперь фильтрация смотрите что происходит данный плагин сейчас работать не будет во первых вылезли два ползунка вылазит снизу вот здесь вы видите такая вот каша вот нарушена работа данного фильтра потому что но удаблз склеивает и как нам в адресной строке увидеть этот переменную который нужно добавить стоп слова мы временно с вами отключим плагин и соответственно вы тоже самое делаете если вы используете какое-то другое решение у которого нарушена работа чтобы узнать увидеть какие данные подставляются в урл временно отключаем плагин но удаблз сохраняемся идем на сайт обновляем страницу смотрим да кстати если вы после выключения видите проблему плагина почисти кэш браузера и почисти админку сайта просто у меня автоматически кэш чистится за счет плагина который установлен здесь если у вас такого нет значит вам надо и в админке сайта вручную чистить кэш как только мы с вами отключили но удаблз попробуйте отфильтровать через фильтр ваши статьи и в кликните в адресную строку чтобы увидеть весь урл нам нужно вот эту переменную как я выделил у вас если вы используете тот же фильтр будет тоже самое то есть вот это слово равенство 1 только это нужно взять и добавить стоп слова из этой ссылки плагина удаблз будет понимать что склеивать это не нужно и мы восстановим работу данного модуля фильтр то есть прямо из адресной строки можете скопировать пойдем наш плагин пропишем здесь давайте сохранимся опубликуем плагин и проверим работу фильтра обновимся почисти нас на всякий случай кэш браузера я приду jumla видим что проблема есть на самом деле это кэш еще раз и обновлюсь и так кэш браузера почистил смотрите внизу ничего не вываливается по поиску находится товар здесь два ползунка нет в общем я могу точно сказать что мы восстановили работу модуля фильтр те кто не видел предыдущие уроки я рассказал про этот модуль как вы настроите зачем он нужен и все-таки в этом видео для полноты я хочу показать еще одно маленькое расширение которое нарушается работа плагин но даблз это может быть рейтинг звездочками в статье знаете да что в джумле можно включить такой рейтинг и поставить сторонний бесплатный плагин который выводит звездочки где человек может голосовать вот как раз такие нарушения работы данного плагина тоже может быть вызвано удаблз но я буду использовать сейчас плагин такое как лайк сердечко это аналог этих звездочек просто это немножко другой дизайн просто на примере этого рейтинга этого плагина так сказать для закрепления информации я покажу как работать со стоп словами давайте установим данный плагин он называется плагин лайк его можно найти в репозитории джума он бесплатный чтобы его включить надо убедиться в том что у нас на джума глобальных настройках перейдем менеджер материалов настройки включена данная возможность на вкладке материал прокручиваем ниже находим рейтинг видите у меня отключена по умолчанию всех отключена включаем сохранить закрыть теперь пройдем в плагины посмотрим данный плагин вот он выключен мы его включаем у него нет настроек он просто выводит кнопку лайк давайте посмотрим это выводится в каждой статье вот видите сердечко данном случае с ним тоже есть проблемы если используем но удаблз и нам нужно стоп слова добавить переменную как ее получить то есть смотрите он может и работать и и в то же время работать некорректно то есть он может показать что единичка проставлена но вы здесь должно быть всплывающее окно что спасибо за ваш голос вот сейчас на удаблз включена я нажимаю вы видите лайк появился единичка но сообщение не было это говорит о том что плагин склеивается и работает некорректно если еще раз нажму должно быть сообщение что вы уже голосовали а его мы не видим и в переменную мы сейчас не можем посмотреть потому что но удаблз склеивает ровно так же как в предыдущем примере поэтому мы но удаблз с вами выключаем идем на сайт обновляем страницу еще раз нажму лайк вот теперь вы увидели что сообщение появилось потому что ничего не склеивается и кликаем по нашей ссылке и самом конце после знака равенства вот наша переменная от этого плагина отсюда прям копирую перехожу в но удаблз и также снова строчки в топ слова добавляем для этого плагина и сохраняемся и проверяем иду на сайт давайте зайду в другую статью где я еще не лайкал нажимаю вы видите сейчас все работает корректно лайк появился и самое главное увидели сообщение спасибо за оценку если я кликну еще раз вы уже оценивали этот материал все данный плагин работает корректно я надеюсь что вы справитесь самостоятельно после этого видео просто у каждого сайта возможно будет подход индивидуальный при склейке доменов зависит от того какие расширения вы используете на своем сайте просто вам нужно получить правильную переменную из адресные строки вашего расширения если его работа нарушена в этом видео все следующем видео я покажу как установить карту сайту чистую красивую и правильно работающий который также способствует улучшению все оптимизации вашего сайта не пропустить а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok